а кенгурение продолжается и сегодня я решил записать такой небольшой видео апдейт новости просто рассказать как дела потому что ну долго не выходил в эфир 4 месяца не было видео народ интересуется собственно подходит к концу год тоже пора некое подвести итоги у нас опять лет опять жара началась к сожалению с этим пришли также пожара про которого наверняка все наслышаны в новостях а те кто живет в брисбоне так и в сиднее наверняка уже и почувствовали запах этого дымка к счастью нас не накрыло здесь где мы живем но gold coast сентябре горел с саншайн тогда же горел много пожаров было страшных сушняк стоит до для австралийской природы к сожалению пожара это естественная вещь и никуда от этого не деться слава богу пожарные работают хорошо людей спасают бдят за этим больших жертв здесь в этом случае не бывает ну а то что дома сгорают у большинства людей они просто застрахованы поэтому это потери огромного количества времени каких-то памятных вещей но главное чтобы все были живы и здоровы а жилье потом отстроиться по страховке пожары это такая вещь австралийская который надо быть готовым морально и иметь план эвакуации в случае чего чтобы самим пережить это дело помотались мы по миру довольно знатно смудрились даже сравнить брисбанскую жару с жарой в маскате этого мани скажем так брисбоне не жарко поверьте от маскате был просто ужас мне на телефоне погода показывается я смотрю температура на за окном там чё-то 30 с чем-то градусов и feels like 41 то бишь когда вы туда выйдете вам будет казаться что там 41 это было ночью в 2 часа ночи в общем да маскат нас встречал дикой жарой брисбон после этого кажется вполне себе умеренным хорошим климатом единственное что конечно в россии ой после брисбана мне казалось что в брисбоне люди резкие нет в россии приедешь там просто какой-то караул гонщиков я столько вообще нигде не видел так отвык от этого дела прямо как-то даже не по себе было я наверно там был единственный кто ездил по знакам ограничения скорости но ну вот и это прямо очень заметно казалось может быть раньше я просто превышал сильно кто его знает а сейчас еду по знаку в меня все сзади норовят влететь тоже такие были ну впечатление новое приехал как на родину отвык очень сильно вот и еще один момент который я выяснил многие говорят что приезжаешь в австралию и дышится легче воздух хороший все прочее на самом деле очень интересная вещь я в россию летал в декабре и в июне и разница такова что всегда приятно ехать в лето когда вы прилетаете в российское лето из австралийской зимы хорошо потому что воздух влажный вы себя чувствуете замечательно лето кругом вместо зимы до в австралии зима тоже есть пожив здесь несколько лет вы ее начнете замечать и она она конечно без снега но тоже не такая веселая как лето вот их возвращение в сухую австралию из российского лета она конечно была не таким классным как в прошлом году когда я возвращался в январе прямо скажем сухой воздух почему-то не мой оказался выбор и поэтому я очень рад что я живу в брисбане в брисбане воздух довольно влажный и это прямо вот радует также как видите я не просто так сел снимать видео в этом бардаке этот бардак это наш контейнер который мы отправили из россии контейнер мы отправили в июле и приехал он к нам через три месяца контейнер 20-футовый обошелся нам в 7000 австралийских долларов от двери до двери ожидали мы его три месяца дошло все без особых повреждений ну правда конечно карантинщики залезли в каждую коробку на которой было помечено что там может содержаться дерево сейчас зимний период сейчас все мраморного клопа ищут и дерево это одни дерево и продукты это те вещи которые досматривают обязательно с 1 сентября до 30 мая это будет происходить но в принципе тема про контейнер про упаковку вещей настолько обширная что на эту тему я буду снимать отдельное видео благо что материала у меня накопилось теперь много и по ручной клади и по багажу в самолете и по авиакарго вы уже видели серию ссылочка вот там вот будет сверху если кто не видел посмотрите довольно подробное руководство вам вдруг пригодится ну и по контейнеру контейнер это конечно та еще история чуть-чуть видео поснимал на эту тему в процессе погрузки-разгрузки и сверстаю чуть попозже полное описание как правильно перевозить вещи в австралию также чего я собственно долго не выходил в эфир ремонт мы затеяли казалось бы новый дом а зачем ремонт ремонт за тем что австралийские дома они к сожалению с картонными гипсокартонными стенами и поэтому очень шумные внутри если в них не положили шумоизоляцию я просто снимаю одну часть стенки кладу шумоизоляцию зашиваю ее заново получается довольно неплохо но процесс длительный и поскольку времени особо не хватает приходится выбирать или видео занимаюсь или вот этой вот стройкой наконец хотел завершить стройку до прихода контейнера но как видите не до конца успел одну комнату сделал вторая осталась сейчас доделываю вот но как только мы все это доделаем будет уже гораздо лучше у меня будет много свободного времени потому что самое главное это сделал ремонт и больше в него не лезешь чтобы не хотелось ничего улучшить и живешь как тебе нравится в подготовленном для тебя жилье также я обнаружил чердак в доме я конечно знал что у меня есть чердак но я не относился к нему как к помещению которое можно использовать когда пришел контейнер надо было куда-то распихивать кучу вещей но потому что вообще не протиснуться было мы забили весь гараж и еще часть в дом влезла я начал часть вещей таскать на чердак и его чудо оказалось да можно столько набить всего меня в итоге там уже несколько шкафчиков поставил стеллажиков настил сделал и теперь туда куча барахла уход люди которые не только-только начали жить самостоятельно прожили уже лет 10-15 понимают что вещей за это время скапливается много и и даже если ты половину выкинешь вторая половина тебе все равно нужна то есть вещи которые нужны редко но тем не менее ты их используешь ну вот у меня там комплект освещения например для съемки видео или вот эти вот серфборды которые только летом нужны зимой особо никто у нас плавать уже не стремится привыкли к австралии разнежились а так что да вот елки убирать это прям идеальное место чердак оказался вот кондиционеры поставил наконец-то история вообще длительная кондиционер в австралии поставить дело не дешевое 2000 долларов стоит с работы и сами вы естественно это поставить не можете поскольку я живу в ктаунхаусе они в собственном доме который на отдельном участке земли стоит у меня возник такой нюанс боди корпорейт или страта в другом штате что это такое это товарищ собственников жилья который бдит за тем что вот поселок должен выглядеть как поселок вот он как вот был сделан так он и должен быть сделан чтобы никто не городил вот эти вот разношерстные балконы и стекления как в россии это принято чтобы никто там не перекрашивал дома в разные цвета как им вздумается есть определенные ограничения обязательно должны спросить разрешение и оказалось что бумажные волокиты на установку кондиционера заняла у меня блин три недели кондиционер ставили за за три часа а три недели бумаги оформлял на это дело веселое такое занятия местный бюрократизм как бы не ожидаешь такого от австралии но тем не менее вот и самое главное начался вот третий год жизни в австралии даже уже почти закончился и к сожалению выясняется вот такой момент что все эти поездки ремонт и дела какие-то прочие всякие штуки они жрут время время они живут настолько что спать практически некогда 6 часов сна для меня сейчас уже классно 6 часов сегодня поспал вот а иногда и меньше приходится спать из-за этого всего австралия начинает казаться плохой австралия также может казаться плохой из-за того что вы долго не можете найти работу что-то еще и это кризис мигрантский он стандартно у всех случается как бы хорошо у вас все не было устроено рано или поздно вам начнет казаться что на новом месте уже краски-то поугасли уже как-то не то и вроде как раньше было лучше и это затрагивает очень многих тоже конечно тема такая очень обширная на эту тему я отдельное видео буду снимать о том а чего ожидать и как пережить вот этот кризис после первого вау эффекта на новом месте как сделать так чтобы как-то сгладить его и в принципе не упасть духом и не свалить обратно бросив то ради чего вы столько времени и денег потратили вот но как всегда как всегда есть и хорошие дела хорошие вещи они все еще есть просто к ним немножко привыкаешь у меня дети наконец-то освоили автобусы что радует немерено мне больше не надо их из школы запирать они сами садятся на автобус около школы едут домой не знаю почему но мне чего-то это очень тяжело давалось рабочий день и потом еще за детьми ехать как-то давило психологически в каникулы в детские всегда прям очень так радостно было что не надо этого делать ну и так же больше не надо платить за продленку что в общем классно лето пришло начались пляжи купания не то чтобы нельзя было купаться зимой я поначалу тут и зимой купался меня как-то не останавливал вода теплая теплая вроде как как в россии летом и чё а потом к сожалению или к счастью разнежились теперь уже хочется на пляж идти только тогда когда песок прямо обжигающий горячий когда выскочил из воды тут же высох когда ветра холодного нету ну в общем да об австралии впереди рождественские каникулы длинные будет время поспать куда-нибудь поездить и совершенно не думать про работу которая к сожалению достает довольно ощутимо потому что производительность труда в австралии выше чем в россии и достигается это за счет того что сотрудников здесь выжимают сильнее чем в россии как бы ничего удивительного поэтому отдохнуть хочется халявка есть халявка тем более за праздники все-таки платят наконец-то мы не будем спать на матрасах у нас будут наконец-то целые кровати вот осталось только их вытащить из гаража и собрать на месте чем я сегодня и займусь и вот добрался я до ютюба наконец-то очень меня эта мысль не отпускала что это я так забросил канал просто хотел уж упереться и доделать ту комнату уже с этим контейнером кондиционером прочей ерундой разобраться потому что творчество но очень важно в жизни каждого человека вам обязательно нужно чем-то творческим заниматься не просто рутина иначе жизнь она будет терять краски ставится блеклой и неинтересный а мы-то все хотим чтобы жизнь по-прежнему блистала красками как это было в детстве сохранить вот это ощущение радости бытия и в последнюю очередь ради этого мы едем в австралию устраивая себе такое огромное приключение с переездом и и не стоит забывать о том что надо заниматься любимыми вещами даже когда у вас очень большая загрузка я наконец-то возвращаюсь на ютюб во время поездки в россию мы увидели огромное количество всяких замечательных мест пообщались с огромным количеством людей спасибо огромное всем кто приходил на встречи был очень радостно с вами со всеми познакомиться это прямо вот одна из важных частей для меня во всех этих поездках куда-либо с людьми повстречаться пообщаться это прямо воодушевляет некоторым образом видеть такое количество единомышленников людей которые интересуются одной с тобой темой в принципе хорошо общаться с людьми которые поддерживают тебя которые мыслят в твоем же направлении поэтому не забывайте о такой важной стороне жизни как общение общаетесь ходите на встречи там действительно можно много чего интересного сдать ну или просто время провести приятно ну и наконец-то заканчивается ремонт у меня у меня заканчивается вот этот вот переезд когда вот эту вот кучу барахла все вот эти коробки разберу наконец-то раскидаю где они должны стоять и наконец-то можно будет перевернуть эту страницу переезд в австралии и начать новую главу жизнь в австралии потому что пока вы находитесь в переездом состоянии занимаетесь постпереездными вещами ищите дом постоянные места где устроиться школы и прочее это одна жизнь а другая жизнь та о которой вы мечтали начинается ровно тогда когда вы можете сесть в своей квартире доме таунхаусе на свои собственные кресла стулья и так далее и выдохнуть искать ну все мы переехали наконец-то мы живем здесь вот прямо интересно как это будет жить в австралии они не быть в процессе переезда в нее но посмотрим всему свое время и обязательно этим будут видео на этом пожалуй я сегодняшний эпизод такой апдейт новостной завершаю не забывайте подписаться на канал оставлять свои комментарии под этим видео ставить лайки и делиться этим видео с другими на этом я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока